— Можно я коротенький? — Давай, давай. — Ну, как про деревню в прошлом раунде было, когда, значит, мужик сидит и ему привозят навоз. И он ходит, такой, блин, какой классный навоз, навоз просто супер, вообще прям классный. Шофёр такой, говно не возим, ё-моё. — Говно не возим, да-да-да. — Дачник. — Хороший анекдот. — Актуально, да. — Хорошо, давай, Жень. — Ну, анекдот, который я услышал от КВНщиков, по-моему, от уездного города. Они, по-моему, приезжали здесь, берёзки рассказывали. Это значит, когда две студентки живут как бы в одной общаге, ну, так вот природа сложилась, у них там одна вставная челюсть на двоих, короче. — Природа сложилась так. — Студентки. — Вот. — Так природа сложилась. — Запахло твоим анекдотом. — Понимаешь? — Давай, давай. — И живут там по очереди, там друг другу передают, там одна, вторая там, ну, там ездят кому-куда. И одна такая вне очереди говорит, слушай, у меня тут пацаны приедут. — Можно я вот вне очередь возьму? — Та такая, ну, ладно, бери. — Даёт и всё, та ушла. Погуляла где-то, погуливанила, пришла. Вторая, значит, с утра встаёт, собирается в институт. Такая челюсть раз вставляет, такая. Ммм, плов ели. Все такие, ага, такая, ништяк. Ммм, кинзмараули. Ммм, классно. Такая, блядь, так ты ещё и с анзором, что ли, тут пувыркала? — Ну, вот так вот, анзором. — Да. — Продолжение можно? — Да-да. — Не в копилочку. — Давай, анзором. — Твоя история. — Маша, какие красивые у вас зубы. Это у меня от мамы. Ммм, подошли? — Да-да. — Хорошо. — Взывает как-то мужик водопроводчика. А у мужика дочка была, красавица. Глаза вот такие, коса вот такая, до пояса. Приходит водопроводчик, а она ему тихонечко так. Отец будет вина заморские наливать, не пей на ушко ему. Денег будет давать, не бери. Возьми только гвоздик ржавый. Водопроводчик всё сделал, как она велела. Денег не взял, вина не пил, гвоздик взял и ушёл. Отец дочка обнимает, говорит, здорово, мы его наеб... — Ну, такой сказочный анекдот. Ладно. — Это, значит, два часа ночи, травпунт. Вот. Вот. И, значит, привозят двух мужиков. И у одного из мужиков рука второго в жопе вот так вот по локоть засунут. — Негодяй. — Он такой... Привозят, завозят их на каталке, всё. И выходит такой пьяненький такой, уставший, травматолог такой. — Бля, пацаны, вам не к нам. Куда? Вам, блин, в кукольный театр. — Ну, хорошо. — Спасибо, что ты его рассказал. Я понял, что это было бы не смешно. — Да-да-да, вот видите, пересечение было, но ничего, ладно. Женя мне не говорил об этом анекдоте. Поехали. — Предвидя крах моего анекдота, хочу начать в театральные байки. — Давай. — Это просто перед анекдотом, не в тему. Когда Анашкин у нас играл на сцене студенческого театра какого-то там поэта, я забыла. — Франсуа Виньона. — Франсуа Виньона. Я, как всегда, была в массовых сценах. И у нас был такой деревянный помост, на котором массовка периодически появлялась и обозначала, поскольку денег на декорации не было, мы из живых людей делали декорации. То у нас кабак, то у нас там улица, то еще что-то. В самом начале спектакля я перестаралась, играя массовую сцену, я очень хотела быть замеченной даже в массовке, что проломило ногой помост деревянный, а доски, они ушли вот так. Соответственно, это получилось как ловушка. У меня нога туда ушла, а обратно уже никак. И я вынуждена была весь спектакль, нужны там массовые сцены, не нужны, порчать на заднем плане и отыгрывать декорации. — Оправдывать. — Оправдывать все сцены, которые там были. Я так вымоталась. Вот, но это было прекрасно. — У тебя заметили. — Смешно. — Было дело, было. — Я не знаю, хороший, и тот, конечно, у тебя про звезд. У тебя свой, по мне, так они практически равноценный. — Можно я чуть подлиннее? Потому что первый круг, можно я подлиннее? — Давай, давай, только не 10 минут. — Значит, про политику. Значит, Джо Байден встречается с Борисом Джонсоном и говорит, слушай, как тебе премьер-министром-то сделали? Тот такой, да как-как, королева вызывает, говорит, меня и говорит, давай я тебе загадку сейчас загадаю, вот если, говорит, отгадаешь загадку, станешь, говорит, премьер-министром. Тут, ну окей. Давай, говорит, давай, сын твоих, ребенок твоих родителей, но не твоя сестра и не твой брат. В смысле, ну это я, наверное, кто такой? Правильно, все, ты премьер-министр. Байден такой, прикольно, приезжает к себе, значит, в Америку, вызывает Камалу Харрис своего вице-президента. — Кого? — Камалу Харрис. — Тихо, тихо. — Это вице-президент. — Ты гумнил что ли? — Камала Харрис. — Вот, вызывает Камалу Харрис и говорит, слушай, вот ты сейчас вице-президент, давай сейчас, короче, я тебе загадку загадываю, если ты ее отгадываешь, то ты становишься президентом США. Та такая, давайте, давай, ребенок твоих родителей, говорит, но не твоя сестра и не твой брат. Та такая, блин, а можно подумать? Та такой, ну давай, иди завтра придешь. Та приходит домой, значит, мужа зовет, говорит, слушай, как быть-то, вот вопрос задали, если отвечу, президентом стану. Давай, задавай, я тебе подскажу. Ну давай, говорит, ребенок, говорит, твоих родителей, но не твоя сестра и не твой брат. Та такой, что думать-то, это я. Та такая, ну ладно, все, классно, прибегает к президенту. Говорит, ну что, говорит, знаешь, кто, говорит, ребенок твоих родителей-то? Та такая, конечно, это мой мужик. Та такой, дура, это Борис Джонсон. Ну так, ладно, этот мы оставим. Поехали. Сереж, ты мне как-то, Сереж, воспрял, понял, что, ну... Ты думал, будешь... Нет, Мишно, мне понравилась история, юмор такой. Просвечивался, ну... Значит, отправляет отец сына в магазин, говорит, купи только три вещи, ну вот не перепутай, запомни, запиши, три вещи, хорошо, три. Значит, яйца, хлеб, молоко, понял, три вещи, все, иди. Идет, возвращается через час сын с хоккейной формой, с клюшкой. И мой отец говорит, я же тебе сказал, три вещи, три, где шайба? Ну вот так, вторая мышка, я тебе говорил, мышки два раза не пройдут. Ну нормально. Я хочу тебе, Сережа, обратиться, если бы ты проголосовал по-другому, а не по-честному. Всем привет, ребята. Кстати, в ТикТоке анекдоты карачуськи набирают огромное количество просмотров. Подписывайтесь, я ниже оставлю ссылку. Ну а пока анекдот. Две подружки, две подружки встречаются, и одна другой говорит, вернее спрашивает, одна подружка в другой спрашивает, такая, скажи мне, а если я пересплю с твоим мужем, мы станем врагами? Она такая, нет. Говорит, если я пересплю с твоим мужем, мы что, станем подругами? Она говорит, нет. А кем? Он говорит, если ты переспишь с моим мужем, мы станем квиты. па-па-па-па